МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор объективно. Кредитный потребительский кооператив Центральный сберегательный. Леночку позвали замуж. Свадьба через три месяца. Чудесно. А подарка тут у нас нет. Принимаем сбережения со ставкой до 18,8% годовых. Центральный сберегательный. Пятница 21.30. А это значит, что пора поговорить о самых значимых событиях, уходящей рабочей недели. В студии Антон Ганин, Анастасия Рябова. В эфире программа «Объективные итоги недели». И вот какие темы стали главными, по мнению журналистов ННТВ. Нижний Новгород получил право устанавливать стоимость проезда в общественном транспорте. Как воспользуется городская администрация новыми полномочиями? И станет ли эта статья дополнительным доходом городской казны? Расскажет Юлия Кроткова. Респект от Мутко. Федеральные чиновники оценили ход работ по подготовке Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу 2018 года. Нижегородский водоканал уверяет, что делает все, чтобы в домах Нижегородца была чистая прозрачная вода. Вот только сама компания попала в мутную историю. Нижегородский водоканал потерял подрядчика, которому отдал 600 миллионов рублей аванса. Куда же утекли миллионы, выясняет Виктория Кузьмина. Необычный дворовый автосалон в Нижнем Новгороде набирает армию поклонников. А как прошла первая рекламная акция, расскажет Тимур Хакимов. Новые подробности о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны появились у нижегородских поисковиков. Важная информация для тех, кто не дождался родных с фронта. Репортажем Ксении Дорниевой. Восстановление исторического облика в Нижегородском Кремле уже в этом году могут приступить к реконструкции и восстановлению дореволюционных храмов. Подробности в репортаже Натальи Лисовой. Так поднимут или не поднимут? Если да, то насколько? Эти вопросы сейчас обсуждают практически все жители региона. Не касаются они цены на проезд в общественном транспорте. На этой неделе Нижнему Новгороду передали полномочия, по которым депутаты могут устанавливать тарифы на проезд в общественном транспорте. Региональная власть регулирует цены на проезд между городами. Безусловно, вопрос тарифов касается большинства нижегородцев и к нему уже подбираются не первый раз. Да, Антон, ты абсолютно прав. Вначале ряд информационных агентств уже объявил о том, что цены на проезд поднимут, но затем последовало опровержение этой информации из той же городской администрации. При том, что недели ранее, после оперативного совмещения в мэрии, глава администрации Сергей Белов дал ясно понять, что повышения не будет. Аргументы простые. Нижегород-пассажир автотранс не обеспечивает должного комфорта. Автобусы старые, да и судьба новой транспортной схеме непонятна. С другой стороны, транспортники. Что частные, что муниципальные давно говорят, что 20 рублей не покрывают расходов. И говорить о развитии предприятий при такой стоимости проезда не приходится. Юлия Кроткова работала на заседании Городской думы и Законодательного собрания региона и пыталась разобраться в этой теме. 20, 25 или 26 рублей. Или вообще, индивидуальное тарифное меню для каждой категории граждан. Ответ на этот вопрос пока не ясен. Но очевидно одно. Отвечать на него придется только в администрации Нижнего Новгорода. На заседании регионального парламента депутаты единогласно проголосовали за то, что тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам будут устанавливаться правительством Нижегородской области. При этом парламентарии передали полномочию по установлению стоимости проезда в городском общественном транспорте муниципалитетам. А это значит, что повышение стоимости проезда для нижегородцев зависит от городской думы. Там вроде бы больше денег с пассажиров брать не собираются. Но при этом, говорят, транспорт может понести убытки. И рассчитывают на помощь из областной казны. На сегодняшний день, честно говоря, четкого понимания о том, стоит ли повышать тариф, нет. Есть вероятность того, что тариф повышен не был. Просто правительство области даст дополнительные дотации на осуществление данного проекта. Не повышать, но есть дополнительные дотации, и тема убытков закрывается. Правда, в ЗАГС собрании об этом еще и не слышали. Во всяком случае, на первом заседании парламента в этом году о том, что нижегородский транспорт нуждается в субсидировании из областного бюджета, речь даже не заходила. Если, наоборот, у них будут какие-то аргументы, в силу которых будет обосновываться недостаточность денег, наоборот, на покрытие даже объективно существующих расходов, входящих в себестоимость, появление обращения не комиссии, конечно, а городской думы, оно вполне вероятно, потому что таких обращений поступает много. Они регулярно, неоднократно и не только от Нижнего Новгорода, а от многих-многих муниципалитетов поступают. Опять же, есть нормальный и установлен порядок рассмотрения. Правительство делает свое заключение, свое мнение высказывает, насколько обоснованно или не обоснованно, потому что денег хотят все и всегда. Пока же в городской администрации пытаются привлечь максимальное количество денег в бюджет. В планах погасить кредиторскую задолженность до 1 октября 2017 года. Этого планируется достичь как за счет привлечения дополнительных доходов, так и за счет сокращения расходов. Депутаты утверждают, что в этом году можно меньше платить дотаций, в том числе и транспортным предприятиям. У нас есть крупные датированные предприятия. Я имею в виду, прежде всего, сферу пассажирских услуг. Пассажир автотранс, электротранс, метро. Мы чуть попозже, но я думаю, ближе, может быть, к концу февраля, готовы будем доложить о том, насколько мы смогли совместными усилиями сократить издержки на содержание компаний. Не по принципу 50% автотрансства стало, и поэтому жизнь удалась. Нет, по принципу, что экономия именно за счет издержек, то есть расходов. И она, на самом деле, сегодня по каждой из компаний составляет десятки миллионов рублей. Странно. А в департаменте транспорта и связи Нижнего Новгорода о том, что им собираются сокращать дотации, вообще не в курсе. Метрополитен, к примеру, рассчитывает на дополнительные бюджетные вложения. Сумма, выделенная в бюджете, она обозначена 350 миллионами рублей. Это сумма субсидий на весь 2017 год. Возможно, если будет бюджет хороший, больше, ну, более наполняться будет, возможно, эта сумма будет увеличиться. Потому что есть для чего и куда тратить эти средства. Получается, что если субсидии взять неоткуда, а потребности муниципального транспорта только растут, тогда повышение стоимости проезда выглядит логичным шагом для поддержания транспортного хозяйства Нижнего Новгорода. Юлия Короткова, Алексей Завылов, Алексей Калякин. Объективные итоги недели. ННТВ. Многие проблемы Нижегород-пассажир автотранса, метрополитена наверняка можно было решить с помощью 600 миллионов рублей, которые утекли из городского бюджета еще в 2015 году. На этой неделе на оперативном совещании их спешно стали искать. По контракту это аванс на закупку оборудования ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Его перечислили еще при прошлом руководстве. А деньги или само оборудование разыскивает уже новый генеральный директор. Тему исчезновения круглой суммы продолжит Виктория Кузьмина. О том, как 600 миллионов рублей утекли из Нижегородского водоканала обсуждают уже давно. А завязалась эта мутная история год назад с вполне благих намерений. Водоканал решил закупить станцию ультрафиолетовой очистки сточных вод. Но началась эта сделка нечисто. В начале января прошлого года старые руководства водоканала руководствовались своими какими-то внутренними пожеланиями. Прямо перед Новым годом объявили конкурс. В первый рабочий день после Нового года быстро подвели итоги этого конкурса. И тут же авансовый платеж в сумме 600 миллионов рублей перегнали на подрядную организацию. Подрядчик, а именно фирма «Веград Инжиниринг» взяла аванс, но монтировать оборудование на станции аэрации не собирается. Сроки установки прошли еще 30 ноября 2016 года. В результате бывший директор Александр Попов лишился должности. Кстати, по словам Александра Котельникова, господин Попов собирался уходить еще перед сомнительной сделкой. За пять лет Нижегородский водоканал сменил пять директоров. Теперь оправдываться приходится новому. Завод-изготовитель на 100% изготовил это оборудование и передал нашему подрядчику. Оно находится на неком складе у подрядчика, где мы не знаем. Загвоздка в том, что подрядчик не выходит пока на объект. И людей нет, и трубки не берут. Ситуация выглядит просто абсурдно. И неужели ни в одном договоре нет адреса фирмы-подрядчика? Когда вопросом занялась прокуратура, выяснилось, что и стоимость оборудования была искусственно завышена в три раза. А член совета директоров Нижегородского водоканала Дмитрий Барыкин уверен, что оборудование и вовсе не нужно. Как выяснилось, это не совсем нужно просто водоканалу в тех объемах, если за такую цену на самом деле. И у нас сегодня существует, я так понимаю, идет попытка, наоборот, этот контракт разорвать. Заберем деньги назад. Надо забирать деньги. Но можно ли вернуть деньги за уже изготовленное дорогостоящее оборудование? Спросить можно только с подрядчика за невыполненную установку. Тем не менее, администрация города все еще ждет, когда подрядчик выйдет на объект. Мы ждем подрядной организации, которая должна приступить к ремонтному работам. На данный момент пока еще она не приступила к ремонтному работам. Если они в ближайшее время этого не сделают, Нижегородский водоканал обратится в суд. По данным интернета, компания-подрядчик Веград Инжиниринг зарегистрирована летом 2015 года в Москве по адресу массовой регистрации юрлиц. Однако суть не в этом. На сайте компании прямо указывается, что Веград уже выполнял работу для Нижегородского водоканала. Даже есть положительный отзыв. Сейчас водоканал уже отчитывается об экономии средств. Нижегородский водоканал решил экономить деньги за счет отключения насосных станций. В этом году планируют отключить 10 насосных станций и еще столько же насосов, повышающих давление воды. По мнению гендиректора, это поможет сэкономить 2 миллиона рублей. Но поможет ли такая экономия заткнуть дыру в 600 миллионов? На фоне того, что коммуникации водоканала изношены на 80%, лишних денег у предприятия явно нет. Но несмотря на это, гендиректор водоканала не считает, что нужно обращаться в суд. Нужно понимать, что судебный орган и получить исполнительный лист о возврате денежных средств и какого-то оборудования, это не всегда правильный выход. С этим листочком можно везде бегать и кричать, ура, у меня есть решение суда, но по факту ничего не получишь. Кстати, это не единственный незавершенный проект водоканала. По словам Прохорчева, получивший аванс подрядчик работ по ремонту аэротенков, сделал только 2 из 8 и будет банкротиться. Но самое обидное, что зависший на чьих-то счетах миллионы. Деньги нижегородцев, каждый месяц оплачивающих свои счета за воду. Виктория Кузьмина, Алексей Звылов. Объективно. Итоги недели ННТВ. 27 января день снятия блокады Ленинграда. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Она длилась почти 900 дней. Очевидцы тех событий и живы и по сей день. На этой неделе представители организации «Жители блокадного Ленинграда» рассказали школьникам о том, как выживали в те страшные дни. О тех, кто навсегда остался в блокадном Ленинграде. И о тех, кто стал их освободителями. Они помнят, как будто это было вчера. Кстати, немало жителей бывшего Советского Союза до сих пор разыскивают своих родных и близких, которые по документам числятся пропавшими без вести. И неоценимую помощь им оказывают наши нижегородские поисковики. Сейчас они работают с госпитальной книгой, где есть данные о тех, кто прибывал на излечение с фронта в Нижний Новгород, тогда Горький. В ней содержится бесценная информация о войнах. А нашли книгу совершенно случайно. Ее просто взяли и выбросили на помойку. Выяснилось, что треть из тех, кто лечился в Горьком, считаются пропавшими без вести. Точнее, родные считали их таковыми. А на самом деле они лежали в госпиталях Горького. В этот раз поисковики нашли солдата, который в годы войны был награжден уникальной медалью США за особые заслуги. Ее получили всего 20 советских военнослужащих. Ксения Довернова встретилась с поисковиками. В бумагах, разложенных на этом маленьком столике, судьбы людей, которых давно нет в живых, но они заслужили того, чтобы их помнили. Это герои войны. Старший лейтенант Виктор Сергеевич Максимов умер от рана в эвакуационном госпитале в Горьком. В нечеткой от старости, от ксерокопированной записи из его послужного списка, медаль за оборону Сталинграда, за битву на Курской дуге получил орден Красной Звезды, уничтожил две пушки противника, три миномета, два пулемета, ворвался первым на танке в Минск, уничтожил пушку, два взвода пехоты. Ему было 22 года. А еще был награжден медалью США за особые заслуги. Это написано короткой строкой, и за какой подвиг еще предстоит выяснить. Этой медалью было награждено всего около 5000 человек. Вообще всего, включая там американских генералов и полковников. В Советском Союзе такой наградой было награждено всего 20 человек. Включая таких выдающихся людей, как Покрышкин. И среди вот в этом списке наш земляк, о котором ничего не было известно. То есть не то, что он первый ворвался в Минск, не то, что он один из этих 20 награжденных одной из высших наград американских. Теперь поисковики ищут его родственников, и вместе с Советами ветеранов хотят установить на доме, где он жил, мемориальную доску, чтобы увековечить память. Парень-то был какой. Жаль, не узнал, что все было не зря, что мы победили. У нас нет даже фотографии, чтобы посмотреть, как он выглядел. А жил на улице Минина вместе с мамой. Теперь там другие люди и о прошлых жильцах ничего не знают. Его имя поисковики нашли в госпитальной книге. Там есть все данные о тех, кто лечился в Горьком. Когда она случайно попала в руки поисковикам, открылись новые страницы истории. В этой книге 700 имен. Третий из них числится пропавшими без вести. Как же так вышло, что человек умер в госпитале, а родным послали похоронку, пропал без вести. Понятно, когда солдат погиб в бою и не нашли его потом на поле боя. Он подорвался на мине или ушел в разведку и не вернулся, или не вышел из окружения и документы пропали. Попал в плен, но чтобы человек умер от ран в госпитале, похоронен на кладбище, на Марьиной роще, никто не знает. Странно, в 1948 год жена офицера Александра Михайловича Минеева делает запрос в военкомат, где мой муж. Ей сообщают, что пропал без вести в 1943 году. В госпитальной книге есть запись Минеев Александра Михайлович умер от ран 24 июля 1943 года. Слепое осколочное проникающее ранение левой половины грудной клетки. Почему вот эти вот бюрократы из военкоматов 1948 года не просто оставили офицера в пропавших без вести? У него на иждивении жена, у него на иждивении мать 1873 года рождения. Они перестали получать пенсию, потому что офицер пропал без вести. Они остались без пенсии, без средств существования. А ведь в книге есть адрес и имя его жены, а ей так никто и не сообщил. Сейчас поисковики разыскивают родственников Александра Михайловича Минеева. Призывался он из Пельненского района. Вообще поисковики люди уникальные. Отряду Курган уже 30 лет. Несколько раз в год они ездят на раскопки на поля сражений. Они подняли 5000 останков солдат, восстановили почти полтысячи имен. Тех, кого родные считали пропавшими без вести. Поисковые отряды, которые эту работу ведут, они это люди в настоящее время на передовой линии. Ведь где-то 350 тысяч человек погибло только в Нижегородской области. И 155 тысяч людей, которые остались без вести пропавших. Которая необходима история, которую надо нам разыскать. Пропавших без вести в госпитальных книгах никто никогда и не искал. Хотя они в свободном доступе. Но теперь поисковики вплотную занялись записями. В этих строчках ужасы войны. Он наткнулся. Гуранов Адам Артемьевич, 32-го года. Уроженец Витебской области. Воинское звание. Партизан. То есть 32-й год. В 44-м году его эвакуировали к нам сюда. Ему 12 лет. 12. Он получил ранение в голову. Осколочное ранение в голову. Мы сейчас 16-летних юношей, 18-летних парней считаем детьми. Там, боимся отдать в армию. А здесь 12-летний мальчишка, ребенок. У меня сын такого же возраста. Воевал. В белорусских книгах памяти этого мальчика нет. А Андрей Чеканов считает, что он достоин того, чтобы его туда вписали. И будет этим заниматься. Скорее всего, родные так и не узнали, что с ним случилось. Ксения Доринова, Ренат Бекбаев. Объективно. Итоги недели. ННТВ. Другим темам. На этой неделе очередными новинками порадовал герой наших программ, изобретатель Игорь Минин. Он последовал примеру своих коллег, крупных автопроизводителей и организовал экскурсию по своему маленькому предприятию. А поскольку собирает все у себя в гараже, получается, что позвал школьников в гости. На площадку около дома выкатил все свои машины, которые собирает с единомышленниками из старых запчастей. Небольшая ремарка. Советских запчастей. Я не раз бывал на его предприятии, даже проходил тест-драйв его новинок. Слушай, может быть, тебе устроиться к нему на полставки, испытателем? Зря иронизируешь, Настя. Я с детства буквально изучаю автокаталогии и считаю себя неплохим экспертом в данной тематике. И то, что делает Игорь, поражает практически на коленках, создает конкурентно способную технику. Ну и еще всегда по-хорошему завидую тем людям, у которых есть хобби. То есть это не бизнес? Многие годы он пытается поставить этот бизнес на поток, найти инвестора, но пока эта тема буксует. Тимур Хакимов встретился с изобретателями и готов рассказать о новинках. Современные минины не созывают людей в ополчение. Они вместе создают чудо-технику. Готовят на зиму трактора, а летом мастерят свои трехколесные велосипеды и гоночные машины-баги. Местные жители уже давно привыкли к таким соседям, а некоторые даже пополнили ряды мининцев. Сначала это было как бы хобби, интересно что-то разбирать, что-то крутить. И у меня с детства и мопеды, и велосипеды, и мотоциклы, все это к этому как-то шло. Потом вот узнал, что Игорь этим занимается и как-то все чаще стал к нему приезжать. Живу в частном доме, снег нужно чистить, лопатой всю зиму кидаю. Зачем? Можно на технике ездить. За мотоблоком ходить тоже неинтересно, лучше на нем ездить опять же, приятно и с полезным. Уже в новом году мастера самоучки собрали вот такой вот агрегат. Это боевой трактор и прицеп с пушкой, как в память героев Великой Отечественной войны. Разработчики, как всегда, удивляют нежным видом новинки и его начинкой. Отечественный материал плюс нестандартные решения и нововведения равно новая модель, не похожая на все предыдущие. Главный изобретатель техники Игорь Минин отмечает, что испокон веков трактор считается единственным нормальным средством передвижения на наших дорогах. Специально была задумка, делали с пушкой его, это в память о наших дедах. То есть вся техника у нас с георгийскими ленточками идет, то есть они воевать умели, с техникой хорошо обращались. Ну и мы тоже сделали как бы макет пушки, он не стреляет, а как бы сделали трактор, ну для сельхозработы в будущем. Такие маленькие шаги, уверен Игорь Владимирович, помогут поднять российский автопром. Чтобы делать технику не хуже, чем в Японии или Германии, нужно качественно улучшать производство по всем позициям. За рекламу, как всегда, отвечает Кузьма Минин. Это трактор не игрушка, и хотя в рецепе пушка, у него другой удел. Масса мирных важных дел. Экипаж машины боевой возглавляет еще один Минин. Говорит, с самого детства папа выучил его управлять собственно собранными машинами. Этим трактором несложно водить, как машина, легко в улице. Идет на трассе хорошо, и никуда ее не ведет. Также в открытой мастерской красуется и другая новинка Мининского завода. Это трактор по уборке снега. Сидение от пазовского автобуса. В повороты входит хорошо. Даже улучшение модели планируется. Задача у изобретателей сделать эту махину полноприводной. За образец был взят китайский мотор. В принципе, мотор неплохой. Рама сделана из профиля, из трубы, из уголка. Все, что дома находилось, без нужды валялось, все сварилось. Кузов сделан подъемный. Отвал, снег чистить. Также этот модуль присоединительный, он легко разбирается. Можно его использовать как обычный культиватор, мотоблок, землю по хатям. За несколько лет обычное увлечение превратилось в нечто большее. Самодельная техника Игоря Минина – это уже настоящий автопарк, куда теперь водят экскурсии. Вот, например, ученики школы-интерната номер 10 автозаводского района. Дальнейшие планы у миненцев наполеоновские – открыть собственный завод. Рабочих наберут без проблем, а единственное правило, которое ведет Игорь Владимирович – никаких менеджеров на заводе. Тимур Хакимов, Василий Низов. Объективные итоги недели. ННТВ. Стадион Нижний Новгород обещают сдать досрочно. На этой неделе все ключевые объекты, которые строят в Нижнем Новгороде к чемпионату мира, проверила комиссия во главе с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко. Президент Российского футбольного союза смог почувствовать себя обычным туристом. Делегация приземлилась в новом международном аэропорту, затем проверила темпы строительства магистрали, который соединит Стригина и центр города. И уже потом осмотрели строительные площадки в центре событий, в микрорайоне Мещерское озеро, сам стадион и новую станцию метро. Кстати, это первый визит Виталия Мутко в наш регион, в новой должности зампреда правительства России. Может быть помнишь, последний раз он у нас был в 2014 году осенью. Я прекрасно помню это время. Тогда на площадке была развернута палатка, где представили делегации во главе с министром спорта Российской Федерации Виталием Мутко. Эскизные планы стадиона. На самой площадке не было забито ни одной сваи. И, по-моему, был вырыт только котлован. Ну, тогда арена Нижний Новгород только начинала строиться. О том, что изменилось за это время и какую оценку получила Приволжская столица, расскажет Алевтина Баторина. Стадион Нижний Новгород пока принимает тысячи рабочих и строительную технику. Шумят исправно. Звук, как на финале чемпионов. Строители перекрикиваются друг с другом, плюс звук моторов и оборудования. Федеральные инспекторы пока не определились, кто протестирует новый спортивный объект, который обещают сдать раньше срока, обозначенного в контракте. Сыграем, что ли? Как хотите. Два команды есть. Это мяч называется «Забивак». Красава. Красава, который будет забивать забивак. Первый удар. Первый удар. Ну, еще негде. Нам же надо куда-то забивать. Вокруг стадиона создают спортивную инфраструктуру. На базе тренировочной площадки на улице Карла Маркса, что неподалеку откроют спортивную школу. Цель – воспитать будущих звезд футбола, которые затмят на футбольном Олимпе Акинфеевых, Березуцких и научатся играть как Руни, Дель Пьера и Зидан. Другие бонусы от Чемпионата мира – новые дороги, аэропорт, современные гостиницы и новая станция метро «Стрелка». Поскольку была поставлена задача, чтобы объект не только Чемпионата мира использовался и потом где-то где работал, была поставлена задача именно расположение вот этого. Здесь большой микрорайон Жиломичевское озеро, здесь вот седьмой небо микрорайон большой. Исходя из этого, выбрали это место. Все, что строят к Чемпионату мира, станет наследием региона. На планы по его использованию озвучивает заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Аэропорт, дорога от аэропорта, места размещения, спортивная инфраструктура, тренировочные поля. Появится маленький современный стадиончик на 500 мест вместимости. Для детской, мы сегодня проговорили, открыта будет детская спортивная школа по футболу. Пожалуйста, 250-300 детишек получат возможность бесплатно заниматься футболом. То есть это, конечно, серьезные такие инвестиции. И я считаю, что Нижегородская область в данном случае очень масштабно развернула здесь работы. Будут удобные улицы, которые будут сделаны на мещере вокруг стадиона. Это будет метро, это будет сам стадион. По сути, мы приобретаем новый общественно-политический центр нашего города, Нижегородской области. И, безусловно, вот эта работа, это государственное задание, которое мы сейчас выполняем, оно даст новый уровень и качества, и жизни нашего населения, и решит многие наши проблемы, которые долгое время не решались. И эта вот задача сегодня, она перед нами стоит, и мы ее, безусловно, выполним. Виталий Мутко инспектирует все ключевые объекты, которые готовят в регионе. В правительстве страны подчеркивают, Нижегородская программа подготовки к чемпионату мира – одна из самых масштабных в стране. К старту главных футбольных игр планеты в регионе откроется более ста объектов. Конечно, думаю, должны и граждане подчувствовать, и жители. Это даст некий толчок к улучшению качества жизни и привлекательности Нижнего Новгорода как города. Алифтина Батурина, Антон Ганин, Симур Хакимов, Олег Климин и Владимир Гайдай. Объективно. Итоги недели. ННТВ. Более трех тысяч человек – делегаты, представители профильных министерств и ведомств общественных организаций, депутаты фракции «Единая Россия», федеральные и региональные средства массовой информации – собрались на 16-м съезде партии, который прошел в Москве. Он длился два дня. Для региона он ознаменован тем, что нижегородцы попали в высшие эшелоны власти. Александр Табашников и депутаты Госдумы от Нижегородской области Вячеслав Никонов и Владимир Панов вошли в состав Генерального совета партии «Единая Россия». А губернатор Валерий Шанцев избран высший совет партии. За событиями съезда наблюдала наша съемочная группа. Откуда такое доверие к нижегородцам, выясняла Любовь Рыбальченко. В Нижегородском регионе «Единая Россия» начинает реализовывать четыре новых проекта для городов и сел. Благоустройство дворов, ремонт сельских домов культуры, модернизация малых театров и благоустройство парковых зон. Проекты направлены на улучшение качества жизни и основаны на обращениях, которые получили депутаты на встречах с избирателями. Партия инициировала ко второму чтению изменения бюджета. И параллельно инициировала начало проекта. Это парки малогородов, численностью до 250 тысяч. Я надеюсь, что 1 сентября мы откроем первые объекты, и жители будут искренне рады тем изменениям, которые там произойдут. Почти 600 миллионов – это деньги федерального бюджета. И софинансирование, которое будет идти из региона. Общая сумма – почти миллиард стоп. Это достаточно приличный объем, на который можно привести в порядок очень много дворовых территорий. Эти проекты будут реализованы раз. Во-вторых, они живые. То есть это не газетные книжные слоганы для того, чтобы поразить своих избирателей, а это конкретная живая работа, которая нужна всем. На съезде были приняты и важные кадровые решения. Утвержден состав высших руководящих органов партии. Так, согласно уставу партии, высший совет был избран из числа выдающихся общественных и политических деятелей страны, имеющих большой авторитет в российском обществе и на международной арене, в том числе не являющихся членами партии. В новый состав высшего совета, помимо губернатора Шанцева, пошли авторитетные политики России, в том числе и Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Татарстана Рустем Миниханов. Голосование по высшему совету в соответствии с уставом открытое. Кто за избрание в высший совет партии предложенных кандидатур? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принимается. Поздравляем всех коллег избранных состав высшего совета партии «Единая Россия». Наша партия – это не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения – это правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны. Нижегородские эксперты, комментируя избрание Валерия Шанцева, высший совет «Единой России» ставят это событие в один ряд с решением президента страны Владимира Путина включить губернатора области в состав президиума Госсовета страны. По их мнению, с таким политическим багажом Шанцев через три года сможет выдвигаться на новый срок с весьма высокими шансами на победу. Понятно, что, опять-таки, лидер партии «Медведев», как бы неофициальный лидер партии «Путин», то есть без их согласия, без их участия это назначение бы не состоялось. У Валерия Шанцева есть очень хороший задел на будущее, там, на 2019 год. Другой вопрос, будет он принимать участие в этих выборах или не будет, это, безусловно, уже, как говорится, его дело как губернатора, его дело как политика, но у него шансы на победу крайне высоки. Шанцев, как известно, пользуется устойчивым доверием не только в высших политических элитах страны, но и устойчивым доверием нижегородцев. Здесь его рейтинги достаточно высоки на протяжении уже достаточно длительного времени, ну, собственно говоря, на протяжении всего времени работы Шанцева в области. Мы знаем, что в том случае, если президенту не угодно какая-либо кандидатура на должность губернатора, как правило, такой человек не выставляется. Это относится и как к претенденту на должность губернатора, так, тем более, к действующим губернаторам, если они не в фаворе у президента. В первую очередь руководству страны нужны не простые исполнители, не те, кто просто выполняет указания сверху, а те, кто проявляет инициативу и сам является источником новых предложений, которые можно уже затем транслировать и на другие регионы. Вот у нас были в Нижнегородской области ряд проектов, которые на самом деле были новационными. Они привлекли внимание и, естественно, и выбор в пользу губернатора является в этом случае совершенно обоснованным и рациональным. Любовь Рубальченко, Анастасия Рябова, Тимур Хакимов, Ксения Доринова, Олег Климин. Объективно. Итоги недели. ННТВ. На этой неделе в России торжественно отмечали 150-летие патриарха Сергия. Именно он стал основоположником современной Московской патриархии. В Арзамасе, Нижегородской области, где родился 12-й патриарх Московский и всея Руси, празднование открылось с соборным богослужением, которое возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. По словам главы митрополии, патриарх Сергий – один из тех, кто не дал до конца ослабить духовную основу – церковь. В сложное время, в годы лихолетия, преследовали православных священников, уничтожали церкви. В нашем регионе по приказу советских руководителей разрушили сотни храмов. На территории Нижегородского Кремля было пять церквей. Они создавали неповторимый архитектурный ансамбль, который удивлял своим видом со стороны Стрелки. Сейчас в Кремле сохранился только Михалахангельский собор. Кстати, Нижегородская епархия предлагает восстановить разрушенные церкви Кремля. Эту возможность представители епархии нижегородских властей архитектурного и научного сообщества обсудили за круглым столом. Для чего договорились, расскажет Наталья Лисова. До революции их было семь. Величественные, старинные и современные для той эпохи. Но они были неотъемлемой частью Кремля. На вековых фотографиях, которые показывает нам архитектор Александр Худин, спаса Преображенский собор. По сути, он находился недалеко от современной городской администрации. А рядом была, если можно так сказать, главная смотровая площадка нашего города – колокольня. Они, как и другие православные строения, с приходом советской власти были разрушены. Та панорама, историческая панорама, которая существовала, и наполненность нашего Кремля вот этими силуэтами церквей, множество церквей, по крайней мере семи, как это было на рубеже веков, это, конечно, зрелище было совершенно уникальное, необычное. И нынешняя пустынность Кремля и отсутствие в нем силуэта – это, конечно, такая утрата, которую необходимо ликвидировать. Спасо-Преображенский собор и колокольню пока построить на прежнем месте не представляется возможным. Тем не менее, о том, что исторический облик Нижегородского Кремля необходимо восстановить, говорят давно. Пока стоит вопрос о воссоздании лишь двух храмов. Первым делом приступят к строительству церкви в честь преподобного Семена Столопника. Александр Худин показывает на проектной схеме, где именно она будет расположена. Верхняя терраса, на которой располагается вечный огонь, обелиск Каменина и Пожарского, Михаила Архангельского собора. Вот с этой террасы мы очень хорошо увидим церковь Михаила Столопника. Здесь хорошо видно, что храм будет практически напротив Михаила Архангельского собора. Да. Мы отправляемся в Кремль. Находим место, где будет воссоздан храм. Площадка и правда пока пустует. Второй памятник архитектуры, который также восстановят, домовая церковь в честь Николая Чудотворца. Больше всего вопросов у архитекторов вызывает Никольская церковь, ведь она пристроена к манежу. А в настоящее время, как вы сами можете убедиться, и сам манеж, и Никольская церковь практически полностью разрушены. Восстановлена будет и церковь, и манеж. Работы предстоит много. В Нижегородской митрополии нам предоставили видео, как выглядели бы в наше время все эти разрушенные храмы. Впечатляет, не правда ли? В резиденции митрополита Нижегородского и Розамасского Георгия состоялся круглый стол. Там обсуждали, как и когда будут восстановлены все эти уникальные памятники архитектуры. Своё мнение высказали специалисты по охране памятников, ведущие архитекторы города и области. По итогам приняли решение. Восстановить два храма необходимо до 2021 года. Это будет юбилейный год. Нам исполняется 800 лет. Кремль изначально, с момента своего возникновения, в 20-х годах 13 века, выполнял несколько функций. Конечно, первая функция – это оборонительная. Рассмотрение идеи возвращения духовного центра на территории Кремля, она важна и актуальна. Уже больше, чем 10 лет ко мне регулярно обращаются жители Нижнего Новгорода с вопросом о воссоздании, возрождении храмов Нижегородского Кремля. Проведена некая подаводительная большая работа. Сделаны исторические экспертизы, исследования, архитектурные решения. Нам необходима поддержка наших жителей, общественности, людей культуры, просвещения. И если будет наш соборный разум, дух миролюбия и согласия, я думаю, что мы благоуспешно совершим возрождение храмов Нижегородского Кремля. В завершении хочется отметить. Решение о том, что восстановление церквей в Кремле начнется именно в этом году, пожалуй, было принято неспроста. На этой неделе Православная Церковь отмечает 150-летие со дня рождения патриарха Сергия Строгородского. Он был выдающимся священником, который служил в Нижнем Новгороде как раз в те годы, когда большевики разрушали храмы, в том числе и в Кремле. Противостоять государственной идеологии было невозможно. Но Сергий Строгородский вошел в историю как патриарх, призвавший соотечественников на борьбу с захватчиками в июне 41-го года. И именно он убедил Сталина в том, что только с верой в Бога можно отстоять независимость и свободу Отечества. Об этом должны помнить и мы, восстанавливая храмы, которые всем миром возводили наши предки. Наталья Лисова, Василий Низов. Объективно, итоги недели. ННТВ. И на сегодня это все. Мы вернемся через неделю и снова поговорим о самых значимых событиях в городе и регионе. В студии были Антон Ганин и Анастасия Рябова. Хороших выходных. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok